Здравствуйте, уважаемые школьники! Сегодня мы с вами поговорим о том, как лучше готовиться к Олимпиаде. Для начала я хочу вас поздравить с тем, что вы приняли для себя правильное решение и решили таки участвовать в Олимпиаде. Вы уже изначально молодцы. У вас уже изначально есть мотивация к тому, что вы получите хорошие результаты под тем предметом, который вы выбрали в Олимпиаде. Это очень здорово. Но для того, чтобы лучше подготовиться к Олимпиаде, мы поговорим о том, как же это сделать. И успешность выступления зависит, конечно же, от подготовки. Подготовку мы можем с вами разделить на несколько категорий. Это интеллектуальная, физическая и психологическая. Все три аспекта подготовки, они чрезвычайно важны. Потому как, если не будет интеллектуальной подготовки, вы не справитесь с заданиями. Не будет физической подготовки, не дойдете до задания. Не будет психологической подготовки, то тогда, возможно, самые простейшие задания вам покажутся чрезвычайно сложными. Вы будете переживать и волноваться. Но для начала тогда приступим к самой первой нашей подготовке. Это интеллектуальной подготовки. Вы выбрали для себя те предметы, с которыми будете принимать участие. И теперь поговорим про методы запоминания информации. Первый метод, который у нас есть, это вникание в суть. Просто так зазубривать что-то, это, конечно, быстро, но совершенно неэффективно. Все исследования, которые были проведены на тему запоминания, говорят о том, что эффективность запоминания при механическом повторении, то есть зазубривании, чем часто отличаются школьники, она составляет всего 30%. То есть получается, вы зубрите-зубрите, но когда приходите на Олимпиаду или когда приходите на экзамен, оказывается, что запомнили только треть информации. Остальные 60% у вас куда-то улетучились. Поэтому для того, чтобы лучше подготовиться, надо вникнуть, что же, собственно говоря, я читаю, о чем я сейчас прочитал и что мне предстоит запомнить. Это чрезвычайно важно. То есть вы как пазл у себя в голове складываете ту информацию, которую вам надо запомнить. То есть зубрение – это один из вариантов запоминания, но гораздо более продуктивное – это вникать в суть, то, что вы изучили. Следующий важный момент для запоминания – это интервальные повторения. Интервальные повторения включают в себя повторение уже выученного или материала, который мы стараемся выучить. Интервальные повторения выглядят таким образом. Через определенный промежуток времени, обычно это через 20 минут, вы повторяете все то, что выучили, все то, что попытались запомнить. Следующее повторение у вас происходит через 6-8 часов после того, как вы это все пытались запомнить. Я надеюсь, что ко второму повторению вы запомните это гораздо больше. И третье повторение – это у нас через сутки, то есть на следующий день вы повторяете все то, что запоминали. И, как правило, к третьему повторению весь материал, который вам необходимо запомнить, у вас в голове уже присутствует. Особенно, если вы вникли в то, что вам предстоит запомнить. Для того, чтобы лучше еще запоминать, необходимо делать конспект материала. Что такое конспект? Это письменное выполнение того или иного, то или иное письменное решение для запоминания той или иной информации. То есть как это выглядит? Вы прочитали какую-либо статью или прочитали параграф в учебнике, и потом главные мысли для себя вы записываете на бумаге. Эти мысли, они позволяют вам структурировать то, что необходимо запомнить, и, возможно, выявить те или иные моменты, которые чрезвычайно важны для того, чтобы потом их включить в тот или иной ответ в вашей Олимпиаде. То есть конспект чрезвычайно важен. Очень близко к конспекту возможно то, что вы уже делали. Это написание шпаргалок, когда вы в шпаргалку вкладываете весь тот необходимый материал, который вам пригодится во время сдачи того или иного экзамена. И конспект, он позволяет вам не только с помощью моторной функции, когда вы записываете, но и визуально запомнить ту информацию, которую и необходимо запомнить. Также очень сходный метод, который называется визуализация. Визуализация, когда вы материал не просто записываете, а пытаетесь его изобразить в виде рисунков, в виде схем, в виде графиков, в виде диаграмм. То есть все то, что потом, закрыв глаза, например, на экзамене, вы как бы видите, что же вы там изображали. Это очень эффективный метод, особенно для тех, у кого лучше работает зрительное восприятие, зрительное запоминание. Нарисовали что-то один раз, потом, через какое-то время, когда надо, картинка сама будет всплывать у вас перед глазами. Также мы можем какие-либо теории запоминать с помощью мнемических фраз. Мнемическая фраза – это когда вы придумываете некую фразу для того, чтобы ее запомнить тем или иным образом. Например, как это может выглядеть? Мы все знаем фразу, чтобы запомнить цвета радуги. Каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Вот согласно этой фразе мы можем назвать каждый красный, охотник оранжевый. И таким образом мы запоминаем ту информацию, которая у нас есть. Вы также можете придумать любую фразу для того, чтобы запомнить какой-либо закон, если мы говорим о подготовке, например, к предпринимательству, экзамену по предпринимательству. Также это работает, когда нам надо запомнить слова для подготовки к английскому или немецкому языку. И, конечно же, это помогает при экзамене по русскому языку. То есть все те экзамены, которые вы будете сдавать, они, их можно запомнить с помощью мнимических фраз, какие-либо отдельные компоненты. Еще один интересный способ, как можно учить, это учить разные блоки в разных помещениях. Например, какую-то главу из учебника, которую вам надо запомнить, или из статьи, которую вам надо запомнить, вы учите на кухне, например. Еще какой-то абзац вы пытаетесь запомнить в комнате или там в коридоре. И вот когда вы в разных местах учите разные моменты информации, то на экзамене вы, как бы вспоминая, где вы в этот момент находились, также вспоминаете и ту информацию, которую необходимо было запомнить. Также, кроме вот этих перечисленных методов запоминания информации, наверняка у вас есть уже собственные наработанные методы, как можно выучить тот или иной абзац, тот или иной стихотворение, которое, допустим, для Олимпиады по русскому языку. Что же еще важно знать, когда мы готовимся к ЕГЭ или к Олимпиаде, как в данном случае, это то, что нельзя бесконечно сидеть за учебниками. Необходимо делать перерыв каждые 20 минут. Это должен быть не перерыв такой, что мы 20 минут позанимались, а потом 2,5 часа где-то гуляем на улице. Нет, мы делаем перерыв каждые 20 минут для того, чтобы немного размяться, походить по комнате, посмотреть в окошко. И эти перерывы не должны составлять больше, чем 10-15 минут, чтобы не получилось, что большую часть времени вы заняты тем, что хорошо проводите перерыв, вместо того, чтобы сосредоточиться на работе. Также мы знаем, что мозг активно работает в период с 8 утра до 10 утра. И это самое прекрасное время для того, чтобы учиться. Конечно, многим это бывает тяжело, проснуться в 8 утра и сразу взяться за учебник. Однако некая дисциплина, она помогает к этому прийти и начинать свой рабочий день чуть раньше, чем было до этого. Но для тех, для кого совсем сложно просыпаться утром и готовиться, есть второй промежуток времени, это с 8 до 11 вечера. В этот период наш мозг также наиболее активен. Если вы учитесь именно в эти промежутки, то и информация у вас лучше запоминается. Понятно, что не стоит прям вот именно в эти, именно мы будем учиться только в эти промежутки. Можно учиться и в середине дня. Это просто как некое напоминание того, что наш мозг не всегда активен. Ему надо время для того, чтобы отдохнуть. Поэтому, если вдруг вы плохо себя почувствовали, если вдруг у вас, ну, поднялась температура или заболела голова, не надо в этот промежуток продолжать учиться. Вы все равно ничего не запомните. Лучше отдохнуть. Следующий важный момент, что если вы устали, то лучше не учиться, а пойти просто поспать. Нашему мозгу тоже требуется время для отдыха. И поэтому вот чрезмерные нагрузки, они способствуют не тому, что мозг это лучше запоминает, они способствуют тому, что мозг просто перенасыщается информацией и уже больше ничего запомнить не может. Еще один способ, который тоже чрезвычайно важен, то, как можно подготовить себя к какому-либо экзамену, это ходить, когда вы учите. То есть вот отбивая шаг, вы тем самым запоминаете лучше информацию. Именно такой способ полезен для того, чтобы выучить те или иные стихи. Ну и самое, пожалуй, главное, то, что касается подготовки к Олимпиаде или подготовки к экзамену, это научиться грамотно распределять время. Иногда кажется, что у меня остается еще целая неделя для того, чтобы выучить. А потом получается, что эта неделя пробежала очень быстро. И вот уже завтра Олимпиада, и я пытаюсь накануне впихнуть в свой мозг все то, что мог бы сделать за неделю. И, конечно, и вы устаете, и ваш мозг тоже устает, и не может воспринимать ту информацию, которая есть. Поэтому наиболее комфортный способ – это, конечно же, учить все постепенно, учить все планомерно, составить для себя некий график того, что я хочу выучить за день. Идеальный вариант, если вы будете придерживаться этого графика, даже если вдруг что-то пошло не так, то не надо стараться и нервничать из-за того, что вот я не выучил вчера то, что хотел выучить. Возможно, у вас получится это выучить на следующий день. Но это мы говорим про какие-то экстремальные ситуации. Обычно же тот график, который мы для себя создали, мы стараемся этому графику придерживаться. Поэтому грамотное распределение времени – это чрезвычайно важно. Вы сами привыкнете постепенно к тому, что необходимо учиться каждый день. И мозг вам будет благодарен, когда для него будет тоже пища. Пища – это та новая информация, которую вы ему даете. И здесь мы уже заговорили, поговорим о том, что такое волнение перед Олимпиадой. Самое главное, что мне хотелось, чтобы вы для себя уяснили, это то, что волнение перед Олимпиадой – это нормально. Каждый человек волнуется перед экзаменом, перед Олимпиадой, перед встречей с какой-то на работе, перед встречей с директором школы. И волнение, оно способствует тому, что мы мобилизуем свои силы, мобилизуем себя для сдачи того или иного предмета. Легкое волнение перед экзаменом – это необходимое и даже вполне естественное состояние. Именно волнение мобилизует нас на интенсивную умственную работу. Поэтому, когда говорят «не волнуйтесь», по сути дела, мы не можем заставить себя не волноваться. Но сделать так, чтобы мы справились с волнением – это чрезвычайно важно и, в принципе, легко. В тот момент, когда вы почувствовали, что вами овладевает паника, немедленно запретите тревожным мыслям проникать в ваше сознание. Как же это сделать? Достаточно сказать самому себе «стоп!» «Стоп! Я не буду волноваться». И это слово должно прозвучать как команда, желательно вслух. Понятно, что если вы сидите уже на самом экзамене, не стоит кричать «стоп!» так, чтобы пугать всех вокруг. Но для себя вот это внутреннее желание собраться, оно вполне возможно сделать с помощью этого слова. Тихо скажите себе «стоп!» И сосредоточьтесь на чем-либо другом. И волнение постепенно уйдет. Понятно, что лучше тренироваться не на самом соревновании, не на самой Олимпиаде, а желательно это дома посмотреть, как я могу регулировать свое эмоциональное состояние. И это чрезвычайно важно. Один из аспектов, который помогает нам остановить тревожные мысли, переключиться с тревоги на нормальное, адекватное состояние – это наше дыхание. Нам необходимо научиться сосредотачиваться на своем дыхании. То есть таким образом мы отключаем все наши тревожные мысли и переходим к тому, что у нас внутри, то есть к нашему физическому состоянию. Дыхание – оно чрезвычайно необходимый процесс. И очень часто мы дышим, не задумываясь о том, как же это у нас происходит. Для того, чтобы побороть волнение, нам надо именно сосредоточиться на дыхании. Тем самым мы переключаем наши мысли от тревоги на наше состояние. Что же происходит? Значит, для того, чтобы нам успокоиться, необходимо сделать глубокий вдох. Вот мы вдохнули, вдохнули, и потом медленно-медленно выдыхаем. Опять вдохнули, и медленно-медленно выдыхаем. Для того, чтобы запомнить, как это лучше сделать, запомните простую формулу. На один счет мы делаем глубокий вдох. Вот мы вдохнули, и на два счета – раз, два. Мы выдыхаем. Делая так несколько раз, мы успокаиваем себя. И тем самым приводим наше физическое и эмоциональное состояние в норму. И все то, что мы запомнили, оно само появляется в нашей голове. Также эту технику можно использовать в момент начала Олимпиады, когда вами овладевает нервозность. Как только вы почувствовали, что слишком тревожитесь, слишком нервничаете, подышите, и тогда волнение, оно пройдет само собой. Это важный момент, когда вы сосредотачиваетесь именно не на своих мыслях, а на этой физиологической функции, на функции дыхания. Даже если в момент, когда вы читаете задание, понимаете, что «Ой, я это что-то читал, но забыл, что же делать», подышите. И тогда информация должна сама прийти к вам. Как только вы успокоитесь, то все у вас получится. Мы знаем о том, что участие в Олимпиаде, оно чрезвычайно важно для вас. То есть вы мотивированы на то, чтобы достичь хороших результатов. Но мы помним о том, что наилучшие результаты достигаются при средней интенсивности мотивации. То есть, если мы слишком-слишком сильно хотим получить хорошие баллы, то именно эта наша сильная мотивация, она будет мешать нам выполнять то или иное задание. Если же мотивация будет довольно слабая, ну уж, в общем-то, пришел и пришел, то это тоже не даст нам возможность хорошо и правильно справиться с ответами на вопросы. Существует определенная граница, за которой увеличение мотивации приводит к ухудшению результата. Так же, как и недомотивация тоже приводит к ухудшению результата. То есть нам необходимо выбрать для себя так называемый оптимум мотивации. То есть та мотивация, которая позволит вам рассчитать свои силы и правильно решить все задачи, которые будут на Олимпиаде. То есть нам необходимо установить ту границу, которая позволит нам выполнять все задания хорошо, не слишком сильно мотивируя себя, но и не слишком слабо мотивируя себя. То есть нам главное рассчитать свои собственные силы. Как же устанавливается этот оптимум мотивации? Оптимум мотивации устанавливается прежде всего экспериментальным путем. То есть в какой-то момент вы понимаете, что вот я слишком-слишком этого хочу и в результате я нервничаю, я переживаю и тех результатов, на которые я рассчитывал, я не достигаю. Либо когда мне совсем все равно, что тут происходит, то я тоже не стараюсь выполнять те или иные задания. Поэтому я надеюсь, что уже к седьмому, а уже, конечно, к одиннадцатому классу для себя оптимум мотивации вы научились устанавливать. Следующий момент это стабилизация эмоционального состояния. Как же можно наше состояние стабилизировать? Первое – это вытеснять неприятные эмоции, заменяя их приятными. То есть для себя надо понять, какие вообще приятные эмоции я знаю. Конечно, большинство из вас сейчас скажет, это радость, это удовольствие, и это действительно так. В этой связи, конечно, сложно переключиться с волнения на состояние радости. Радость от того, что я принимаю участие в Олимпиаде. У кого-то она есть уже изначально, что действительно есть мотивация принять участие, и как здорово, что я принимаю участие в Олимпиаде, в таком взрослом уже довольно событии. Но есть еще и такой момент, что сложно переключиться вот именно от того, что это моя первая возможность на Олимпиаде, я очень боюсь, вдруг я не получаю результата. А нам надо все-таки получить именно положительные эмоции. Как же это сделать? А можно сосредоточиться на тех предметах, которые обычно вызывают у вас положительные эмоции. И эти предметы можно принести с собой на экзамен. Не обязательно же это должно быть что-то большое. Это, допустим, какая-нибудь брошка, это, допустим, любимые сережки, любимое колечко, любимый бантик, на который вы можете потрогать и в этой связи ощутить некий прилив положительных эмоций. У мальчиков это тоже могут быть либо значки, либо запонки, либо, возможно, какой-то носовой платок. И это все то, что с одной стороны разрешено на экзамене, а с другой стороны, глядя на это, вы успокаиваетесь, вспоминаете о том, откуда взялся у вас этот предмет, как он вам нравится. И, соответственно, ваше негативное чувство уходит, заменяясь собой положительными. Поэтому вот этот момент талисмана, который присутствует на взрослых спортивных олимпиадах, вы также можете взять на вооружение для того, чтобы успешно сдавать и ваши интеллектуальные олимпиады, для которых мы, собственно говоря, сейчас собрались и к которым мы готовимся. И еще один важный момент – это формулы самовнушения. Те формулы, которые мы можем выучить и говорить в тот момент, когда мы, например, читаем задание и чувствуем, что что-то, чего-то мы не понимаем. Надо успокоиться, подышать, как мы уже выяснили, потрогать, например, какой-то приятный предмет, в данном случае часы, и начать говорить себе. Например, «Я полон сил, уверенности и оптимизма». Понятно, что когда мы говорим это тоном, ну, на экзамен мы все-таки будем не проговаривать, а про себя это рассуждать, но когда мы это, когда мы это говорим даже мысленно, голосом таким вот, «Я полон сил, уверенности и оптимизма», то, конечно, это не сработает. Но если мы будем говорить «Я полон сил, уверенности и оптимизма», и повторяя эти несколько раз, мы тем самым как бы призываем свои силы, к себе уверенность, к себе оптимизм, и это позволяет нам больше сосредоточиться на задании, а не на своем эмоциональном состоянии. Ну, вот еще какие у нас формулы есть. «Глубокие знания уверенности в себе придают мне силы. Спокойствие и уверенность присущи мне всегда. Трудности и сложности придают мне силы». И вот смотрите, когда, то есть, Олимпиада, конечно, это сложные, это сложные задания, это необычные, не те, которые приняты на уроках, но тем не менее, понимание того, что каждая сложность, каждая трудность двигает мое развитие вперед, двигает мое интеллектуальное и психологическое развитие тоже вперед придает мне уверенность. Так что трудности и сложности придают мне силы. Я полон силы уверенности и оптимизма. Я уверен, абсолютно уверен в себе. И когда мы эту фразу повторяем про себя несколько раз, что я уверен, абсолютно уверен в себе, то тем самым мы эту уверенность и призываем к себе и достаем ее из себя, для того, чтобы уверенно решать задания. Мои мысли ясные, четкие и логичные. Говоря несколько раз, опять-таки, мы с большей уверенностью выполняем те или иные задания. Вообще, эти формулы самовнушения, они чрезвычайно полезны. И если выбрать для себя какую-то любимую, то, возможно, эта формула поможет на протяжении всей вашей дальнейшей жизни. Эти олимпиады это некий этап уже взрослой, полноценной жизни, когда необходимо вам будет издавать экзамены, проходить собеседование на работу и двигаться по карьерной лестнице и встречаться с множеством людей. И когда вы будете говорить, что я уверен, абсолютно уверен в себе, то эта уверенность и будет с вами всегда. Что еще нам важно, то, что касается нашего физического состояния? Это сон. И необходимо обязательно давать отдых своей нервной системе. Мы все знаем, что хорошо работает лишь тот, кто хорошо отдыхает. И наша нервная система, особенно в подростковом возрасте, конечно, нуждается в отдыхе. Кажется, что если я чуть-чуть только посмотрела и мне достаточно пяти часов, чем любят хвалиться подростки, тем я лучше совсем с этим справлюсь. Это не совсем так, поскольку лучшее время для стабилизации себя это как раз сон. И лучший отдых для нервной системы это в том числе и кратковременный сон. Когда вот буквально лег на диван, поспал 5-30 минут и уже чувствуешь себя гораздо более собранным, гораздо более физически окрепшим. И вот этот вот момент, когда вы учите что-либо и чувствуете, что что-то потянуло меня в сон. Не надо пугаться этого состояния. Просто поднялся на диван, закройте глаза. Даже если вы не поспите, то просто какой-то период времени вы отдохнете. И в идеале в конце каждого часа работы надо отдыхать по 2-5 минут. прочитали что-либо, полежите с закрытыми глазами или посидите просто с закрытыми глазами. Ваш мозг в этот момент, он эту информацию пытается уложить в те необходимые компоненты, которые вам потом понадобятся на экзамене. Поэтому сон чрезвычайно необходим. И возвращаясь к тому, о чем я говорила про правильное планирование времени, вот этот момент, когда перед экзаменом кажется, что я до 2 ночи посижу, подготовлю все, выучу, он совсем неправильный. Гораздо лучше, если накануне экзамена вы просто пораньше ляжете спать. Все равно вот этот час, он не сыграет никакой роли. Но ваш организм отдохнет, и в результате вы на экзамен придете бодрым, подготовленным, ну, я надеюсь, веселым. Следующий момент, это то, что касается приема воды. Вода, она чрезвычайно необходима. И когда вы пойдете на экзамен, на олимпиаду, не забудьте собой взять бутылочку воды. Перед интеллектуальным испытанием целесообразно выпить несколько глотков воды. В антистрессовых целях воду пьют за 20 минут до или за 30 минут после еды. Ну, и тот же момент, что когда вы чувствуете на экзамене некую нервозность, вы можете сделать несколько глотков для того, чтобы не успокоиться в том числе. Поэтому вода чрезвычайно необходима. Когда вы тоже будете готовиться к экзамену, постарайтесь пить как можно больше воды. Это полезно для вашего организма и также дает некую возможность передохнуть от непрерывного чтения или от непрерывного делания конспектов. Еще один важный момент, о котором мы уже говорили, это дыхательная гимнастика. Значит, мы уже знаем, что успокаивающим будет такое дыхание, при котором выдох почти в два раза длиннее вдоха. Но иногда бывают такие ситуации, когда нам надо мобилизовать себя. И для мобилизации себя необходимо после вдоха задержать дыхание. Если мы так сделаем несколько раз, а потом быстро выдохнули, быстро выдохнули, то тем самым мы мобилизуем себя для того, чтобы как можно быстрее сосредоточиться на той или иной деятельности. Мне все-таки кажется, что ваша мотивация и мотивация к выполнению задачи на Олимпиаде не потребует вам мобилизующего дыхания. Как раз, я думаю, что успокаивающее будет гораздо более актуальным. И еще важный момент, то, что касается организации подготовки, это то, что по-прежнему необходимо бывать на свежем воздухе. Не надо запирать себя в комнате и только и делать, что учить и учить. Свежий воздух, он чрезвычайно важен. И старайтесь, чтобы в комнате у вас всегда было, ну, зимой, понятно, не открыто ни окно, но хотя бы форточка, потому как свежий воздух, он позволяет лучше усваивать тот или иной материал, лучше обдумывать то или иное действие. Следующий момент это чередование работы и отдыха. Ну, про это мы уже говорили, что невозможно все время только учить, учить и учить. Есть такой момент, когда нам надо немножечко отдыхать, и мы про это как раз говорили. Следующий еще момент, который у нас есть, это правильное питание. Значит, что здесь имеется в виду? Когда вы готовитесь к экзаменам, постарайтесь избежать то, чего любят больше всего подростки. Это чипсы, крекеры, сладкую воду, это все не очень полезно и не способствует тому, что вы лучше готовитесь к экзамену. Правильное питание это, конечно же, овощи и фрукты и важную роль в этом играет шоколад. В шоколаде есть необходимые компоненты для улучшающих, необходимые компоненты, улучшающие работу мозга, и поэтому шоколад, в общем, есть полезный. Единственное, что, как и все, как и любое лекарство, нельзя есть шоколад прямо пачками постоянно и в течение дня. Один кусочек вполне достаточно черного шоколада для того, чтобы мобилизовать вашу мозговую активность. Следующий момент это психологическая установка на успех. И здесь мы можем говорить о том, что себя необходимо настраивать на успех, то есть думать о том, как я выполню эти упражнения в Олимпиаде, как я с ними справлюсь. И вот этот момент, который у нас здесь идет вторым пунктом, чаще вспоминать о своих удачах, это очень важный момент, потому как в вашей жизни уже было несколько и экзаменов, или каких-то важных, еще важных мероприятий. И если вы будете помнить об этом и повторять себе постоянно, что, ну, я же уже сдал, например, экзамен по русскому языку и получил высокий балл, значит, вполне возможно, я справлюсь и с Олимпиадой по русскому языку, потому что у меня уже есть опыт выполнения тех или иных задач. Если я сдаю экзамен, ну, экзамен по экономике, то есть некое представление о том, что у меня есть экономические знания, и я успешно на семинарах уже решал те или иные задачи. Еще важный очень момент, это быть терпеливым и снисходительным к себе. Иногда мы ставим для себя слишком высокие планки, и когда мы их не достигаем, то нам свойственно расстраиваться. Так вот, для того, чтобы не расстраивать себя, не надо стремиться к тому, что, ну, практически невозможно. То есть, допустим, я приду на Олимпиаду, и именно я стану самым лучшим. Нет, я просто хорошо справлюсь с этими заданиями, получу высокий балл, и это уже здорово. А когда я настраиваю себя только на то, что я самый лучший, то вполне вероятно, что я не окажусь в этот раз самой лучшей, но у меня будет ощущение, что я не лучший, а это совсем неправильное ощущение. Важный пункт еще, это ставить перед собой конкретные цели. Не то, что я выиграю Олимпиаду и поступлю в лучший вуз Рео имени Плеханова, а допустим, то, что я справлюсь с большинством задач, которые предлагает мне, например, Олимпиада по финансовой грамотности. То есть, вот эти конкретные задачи, они говорят нам о том, что мы способны их, во-первых, выполнить, а во-вторых, они не настолько сложные, потому что они еще мелкие и конкретные. И когда мы не ставим глобальные для себя задачи, а медленно к ним идем по конкретным задачам, то успеха мы достигаем намного быстрее. Следующий момент – это постараться найти положительное даже в отрицательном результате. Вы уже молодцы, то, что решили принять участие в Олимпиаде. Даже если вы не набрали то количество баллов, на которое вы рассчитывали, все равно вы попробовали, вы пришли, вы решали задачи, и это говорит о том, что вы уже молодцы. И потом только останется проанализировать то, почему у меня не получилось набрать то количество баллов, на которое я рассчитывал. Действительно ли это были сложные такие задачки, либо это возможно был тип задач, с которыми я не сталкивался, либо возможно мое волнение помешало мне выполнить то или иное действие. Когда мы анализируем наши результаты, то тем самым мы стремимся в будущем избежать этого. Поэтому не всегда в жизни мы достигаем именно того, чего мы хотим в данный конкретный момент. Но каждый наш шаг он ведет к тому, чтобы мы достигли той цели, которую мы преследуем. И анализ тех ошибок, которые возможно вами будут допущены, он позволит вам, приняв участие в Олимпиаде на следующий год или в сдаче ЕГЭ, эти ошибки не допустить. То есть все то, что мы делаем, мы по-прежнему складываем себе в копилочку. В копилочку наших удач. Даже если то, что не совсем, даже то, что у нас возможно не совсем получилось. Ну и важный пункт это то, что не надо забывать про чувство юмора и пусть оно не покидает вас во время Олимпиады. Посмотрите вокруг на ваших соседей по аудитории. Может быть кто-то вас порадует своим каким-то несерьезным отношением или каким-то несерьезным внешним видом. Все это то, что способствует тоже отвлечь от мрачных мыслей и перейти к более спокойному созерцательному восприятию заданий. То есть вот самое основное, о чем мы сегодня многократно уже говорили, это то, что необходимо победить волнение. Волнение это то, что чаще всего мешает выполнить те или иные задания. Ну, теперь немножечко поговорим о самой Олимпиаде. Что у нас здесь является наиболее важным? Это, конечно, сосредоточиться на заданиях. И когда вы получаете свои вопросы, свои задания, то прежде всего, опять-таки, мы делаем вдох и выдох, вдох и выдох, и потом спокойно читаем для того, чтобы посмотреть, что же эти задания. Мы смотрим на эти задания целиком и смотрим, есть ли те задачи, которые нам представляются достаточно легкими. И начинаем именно с них. В Олимпиаде всегда есть задания, которые вы уже решали несколько раз, которые вы точно знаете, как решать или как подходить к тому или иному действию. И поэтому, начиная с них, вы тем самым уже набираете небольшое количество баллов. А может быть и большое. Может быть когда вы посмотрите всю Олимпиаду подумаете ух ты ничего себе Олимпиада, а я тут все знаю уже. Такое тоже вполне может быть, если вы хорошо подготовились к данному предмету. Если вдруг, ну такое тоже может быть, вы увидели задания, которые вам неизвестны или которые кажутся вам трудными, пропустите их. И у нас есть несколько стратегий, как можно выполнять задания. Можно выполнять задания все подряд, а можно выполнять задания те сначала, которые нам очевидны, те, которые нам просты, и лишь потом переходить к наиболее сложным. Так что если вы пропускаете сложные задания, то в этом нет ничего страшного. Вы потом вернетесь в конце для того, чтобы добрать еще какое-то количество баллов. То есть не надо в этот момент задумываться о том, что это сложное задание, как же я буду его выполнять, я с ним не справлюсь, и тем самым вы попадаете опять в состояние тревоги. Вот чтобы этого не случилось, прочитав задание и поняв, что вы сходу не можете его решить, и пожалуй второй раз вы не очень поняли, когда прочитали о чем это, перейдите к следующему заданию, то, которое вам с которыми вы точно знаете, что справитесь, вы повышаете свою самооценку и успокаиваете себя. Возможно, вот это сложное задание, оно в Олимпиаде будет всего одно, и быстро решив все задания, вы большее количество времени сосредоточитесь именно на том, что сейчас вам трудно. И думайте только о том задании, о текущем задании, которое вы выполняете. Вот эти моменты, когда вы решаете одно задание, но при этом думаете про сложное задание или про то задание, которое не получилось, не дает вам возможности правильно решить текущее задание. Поэтому лучше, даже не лучше, необходимо сосредотачиваться именно на том задании, которое есть у вас сейчас. Вы сосредоточены на этом задании, вы его выполнили и переходите к следующему заданию. Опять-таки забыв про то, что вы только что выполняли. Поскольку вот даже вот эта мысль о том, что ой, а вдруг я не справился или о, то задание было легкое, она возвращает вас к прошлому заданию, а вам надо сосредоточиться на текущем задании. Если же вдруг опять во что-то не получилось в предыдущем задании, то об этой неудаче необходимо забыть. Вот получается, что вы одно что-то подумали не совсем верно, второе что-то не совсем верно, и вот уже к следующим заданиям вы подходите с таким вот ощущением, что ой, а вдруг я опять не справлюсь. Нет, мы забываем про все задания предыдущие, мы не думаем о тех будущих заданиях, мы сосредоточились именно на текущем задании. следующий момент это когда в задании у нас есть несколько вариантов ответа и нам кажется ой, вот эти точно подходят, вот эти точно не подходят. Для себя мы выбираем такую стратегию, мы исключаем из ответов те, которые точно не подходят. Как правило, из четырех два точно не подходят, и мы про это знаем, потому что мы готовились, мы читали про это. Вот мы исключив наиболее абсурдный, сосредотачиваемся на том, какие из этих двух уже вариантов будут наиболее явны. В этот момент мы как раз можем закрыть глаза и вспомнить, а где же я видел вот этот вопрос? Ага, вот такая это была схема, которую я для себя нарисовал или я законспектировал, и вот здесь был такой ответ. И тем самым мы отмечаем правильный ответ, думая о том, конечно же, какие мы молодцы, что хорошо готовились к Олимпиаде. Какая у нас есть еще стратегия для решения задач? Это так называемая стратегия двух кругов. Сначала мы просматриваем все-все-все задания для себя, отмечая, какие наиболее легкие, и решаем именно их. Мы решили эти задания, уже точно знаем, что набрали некое количество баллов, и уже в принципе мы молодцы, то есть мы молодцы то, что пришли, мы молодцы, то, что решили, а теперь смотрим на то, какие задания более сложные, то есть второй круг, мы как раз решаем задачи, которые вызвали у нас некое напряжение при первом прочтении, при этом у нас уже есть ощущение, что часть заданий нами была выбрана, что часть баллов мы уже набрали, и это дает возможность нам немного расслабиться, и в более спокойном состоянии приступить к этим сложным, на первый взгляд возможно, заданиям. Еще очень важный момент, очень-очень важный, это то, что необходимо оставлять время для проверки. Мы еще раз прочитываем все то, что нами было отмечено. Иногда бывает так, что мы случайно отметили не тот вариант. В этот момент как раз о чем я говорила, что надо сосредотачиваться на текущем задании, но вдруг мы посмотрели в тот момент на другое и что-то не так написали, или вдруг было похожее задание, не там допустим десятое, и в третьем задании мы теперь понимаем, что а, так можно было по-другому, и тем самым возможность проверки дает нам возможность получить еще большее количество баллов, поэтому оставляйте для себя хотя бы пять минут для того, чтобы еще раз все это пройти, плюс еще, конечно же, проверить, насколько все правильно у вас запомнило, чтобы не потерялось ваш листочек, где правильно будет указана и фамилия, и имя, и класс, в котором вы обучаетесь, ну и вообще, когда вы приходите, чтобы вы знали, что это именно та аудитория, чтобы седьмой класс не оказался случайно выполняя задание для одиннадцатого класса, то есть это тоже важно, конечно, здесь вам будут помогать, вас рассаживать, но тоже, что называется, не зевайте и все сами внимательно отмечайте. Следующий момент, который тоже присутствует в Олимпиаде, это угадывайте. Возможно, что правильный вариант ответа вы и не знаете, но интуитивно чувствуете, что, наверное, вот он такой и есть. и в этом нет ничего страшного, ведь часть заданий, часть информации мы знаем как бы интуитивно, и поэтому, если есть возможность или желание, а может быть, у вас вообще есть такая способность угадывать правильные ответы, пользуйтесь этим. Самое главное, что мне хотелось, чтобы вы помнили, что Олимпиада это не такое страшное уж мероприятие, наоборот, это очень интересно. посмотреть на задания, которые отличаются от школьных, и они больше приближены к такому вот уже профессиональному уровню, посмотреть на других школьников, как они справляются с этими заданиями, возможно, познакомиться с кем-то, то есть Олимпиада это большое событие в вашей жизни, и очень здорово, что вы действительно приняли желание, приняли решение участвовать в этом мероприятии, это очень хорошо. Ну и мы помним о том, что вера в успех это уже половина успеха. Если вы верите в то, что достигнете, наберете высокое количество баллов, то это прекрасно, значит, все то, во что вы верите, оно обязательно случится. Пусть не на этой Олимпиаде, пусть на следующей, но это обязательно произойдет. Главное верить в свои силы, это важно, важно и, конечно же, еще и заниматься, пытаясь запомнить, пытаясь понять ту или иную информацию. Большое спасибо за внимание. Сейчас я посмотрю, какие у нас есть вопросы, если они есть. Ага. Ну, хорошо. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok